Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня экстремальная съемка. У нас вечер романтик. Приехал Лешек. Была в гостях дочечка. Я ничего не снимала. Мы с ней собирали лежак, собирали стул. В общем, очень хорошо провели время. Ей, короче, после ночи нужно было спать. Совсем немножко поспала. Мам, я не дождусь Лешека. Пойду домой. Устала. Завтра к вам приду на шашлык. Так что завтра мы обязательно еще поснимаем. А сейчас я хочу вам показать нашу зону отдыха в вечернем свете. Такое не хочется пропустить. Я отключаюсь и переключаюсь на фронтальную камеру. Не знаю, что получится из этого. Конечно же, глаз видит совершенно другую тему. Мы устроили здесь романтик. Лешек только с поезда. Сегодня, в общем, решила я сделать домашнюю картошечку свою. Пожарили грудку с Анечкой и собрали кучу-кучу кабачков. Вот, пожарили с майонезом и чесночком. Здесь у нас лампа своими руками, которую вы уже видели. Я попробую сейчас ее выключить. Мне кажется, она засвечивает. Именно для видео не очень хорошо. А так вообще темно. Да, друзья, невозможно строить так, чтобы это было, ну, так скажем, в реальном видении, так как вижу я, так как видят наши глазки. Да, Лешек, сейчас я тоже подниму бокал. Еще раз выпьем за нашу победу. Вот здесь стоит лежачок. Я вам потом, конечно же, покажу все это в дневном свете. Санечка, мы помучились с ним, хочу сказать. Ну, не сильно, часика три, конечно. Это не стул собрать. Вот так вот светится зонтик. Вот, даже не стала его закрывать. Ну, это красиво, как такой плафон. Он тоже создает определенный фон, определенный стиль. Там у нас закат. Вот такое красивое-красивое небо. Солнышко, конечно, уже зашло. Время одиннадцатый час вечера. Ну, а мы садимся кушать. Кресла, кстати, очень-очень удобные. Я не успела их покрыть еще лаком. И лежак еще не покрыт лаком. Да, только одно кресло. Ничего страшного. Сейчас я от него присяду. Попробую поставить камеру. Не знаю, как это у меня получится. Вот, наверное, как-то вот хочется. А видите, пригодился вот этот... Вот эта лампа, это лампа-освежитель воздуха, увлажнитель и еще как светильник. Но вы, конечно, не видите всей той красоты. Сейчас попробую все-таки выключить. Ну, вот так приблизительно это выглядит. Она сейчас начнет переливаться разными цветами. Вот уже цвет меняется, зеленого на голубой. Но камера прыгает, она не знает, за что ей ухватиться. Но это очень классно. Еще и очень хороший запах. Ладно, я еще хочу вам показать. Анечка мне дарила вот эти ароматические палочки с набором дзен. Сейчас вот этот комаров средства. Вот. Вот эта вот штучка. Вот эта вот девушка. Сейчас включу лампу. И мы зажигали ароматическую свечу. Ой, не свечу, а палочку. Кстати, Лёш, аромат просто-просто бомбический жасмин. Вот. Ну, сейчас у нас увлажнитель воздуха создает нам дополнительный комфорт. В общем, друзья, мы отдыхаем. Будем потом смотреть на звезды. Звезды я, конечно же, точно вам не покажу с телефонной камерой. Ну, в общем, пьем Массандру. Лёшек, с приездом вас. Ага. Я очень вас рада видеть. Вот. Я-то уже покушала. Я покушал. Ну, нет, ты ещё не покушал. Я кушал в поезде. Да? Это не то. Ты попробуй домашнюю картошечку. Ммм. А я буду пить Массандру. Я тебе кусочек хлебушка, кстати, захватила. Боже? Ммм. Свежий. В Лимак заходили сегодня с Анечкой. Вот. Ой, какие же удобные кресла. Удобные. Классно. Аня вообще в восторге. Очень удобная мебель. Вот здесь вот лежали, уже опробовали лежак. Кстати, как лежак там? Лежак очень классный. И вот так вот сейчас смотришь на него, кажется, что он... Ну, что такое его собирать? Ну, когда очень мелкая инструкция, я ноутбук брала. Выносила его сюда, потому что в телефоне, ну, очень мелко. Но в итоге всё равно смотрели в телефон, потому что в ноутбуке слишком, ну, пикселей, видимо, много. Вернее, мало, наверное. Ну, короче, всё размыто, вообще ничего не понять. Вот. Очень хороший лежак. А в коробке инструкции нет? В коробке инструкции нет. Она только на сайте в Азоне. А вот. И я же сначала его морилкой проходила, а потом мы собирали. Лака здесь ещё нет. Так вот, там, понимаешь, в чем дело? Вот эта фурнитура, ну, там разные штуки разных форм, разных, ну, по-разному они выглядят. Есть болтики, которые вот так собираются в два, ввинчивается там внутри резьба. Вот пока мы разобрались, где, чего, как. Ну, вот доски эти, не доски, а вот эти реечки, это понятно было, более-менее понятно. Ну, как бы сразу отсеклось, да, то, что это вот для этого. А вот то, что дальше, вот как вот эти вот ручки, как вот эти морки. Конструкцию сделай сам. Да. Ой, мы потом в какую сторону, там отверстия же разные, с утоплением, без утопления. Ну, в общем, перекручивали один раз, неправильно собрали не в ту сторону. Ну, то есть прикрутили рейки к издологию, а сами вот эти направляющие, ну, лаги, так скажем, там отверстие вот это должно смотреть в другую сторону. Пришлось перекручивать, переставлять. Ну, конечно, мы помучались, но оно того стоило. Удобный? Очень удобный. Вот сейчас это третье положение, там я потом тебе покажу кое-что завтра. Там всего два положения, но мы нашли третье без вот этой впадины. Можно там ее вырезать, кстати. А может быть и так оно хорошо, кстати, держится без этой впадины. Так даже повыше голова получается. Ну, короче, мы балдели, с него не хочется вставать. Ты знаешь, даже матрас на него не вижу. Вот ложишься, и он настолько удобный, просто класс. Ну, вот привяжу я еще выкрывала, вот туда будешь складывать. И будет вообще комплект. Очень. За эти деньги просто, знаешь, чего тут не хватает? Подлокотников. Вот если вырезать вот такие подлокотники и вот туда, это будет вообще супер. Все-таки узковато вот это вот, ну, как сказать, брус этот. Ну, солнышко. А вообще положение очень удобно, очень. Вырежем подлокотником. Но не все сразу. Сейчас других дел полно. Ну да. Аня давно не была у нас. И просто вообще поразилась, насколько все изменилось. И как теперь все вырисовывается. И уже можно вот так посидеть, поужинать, позавтракать. Я теперь здесь пью кофе с утра. Класс. Супер. Давайте я вам немножко изменю ракурс, чтобы вы видели, чем мы тут занимаемся. Красота. Зонтик. Тишина. Этот светильничек вытащили. Леш, ничего, что я эту бобину с проводом не разматывала? Здесь не очень много же, да? Нет. Ничего не будет. Ничего. Это когда что-то мощное. Тогда надо разматывать. Массандра Мускатель, наверное, нет? А, розовый. Морозовый Мускатель. Классное вино. Друзья, посмотрите, какой цвет на свет. Но все равно камера не передает. Вам прямо какое-то оно светлое. На самом деле оно темнее. Прям такой гранатовый. А вкус-то уж тем более не передаст. Солнышко, пока ты снимаешь, у тебя все остынет. Да это я так. Мы же уже поели, Соня. Мы не дождались тебя. Я думаю, я с тобой венца попью только, если ты покушаешь, отдохнем, посидим. Понятно. Это я так на всякий случай вдруг захочу. Это я не доела ужин. Аня была удивлена. В общем, сказала, мам, ты спросила не менее 10 килограмм. Мне-то ты не поверила, когда я тебе сказала. Я весы боюсь, как огня. Вот. А я все время подначила. А Лешек всегда... Ну, сколько ж вешать в граммах? Ну, дай же я узнаю, сколько у меня золота-то. Лешек, убытки, убытки, минус 10. А я не знаю, может, не 10. Ты же отмазываешься от этого. Смотри, как налетели эти мотыльки вот там. Ну, камера не показывает. Под зонтиком собрались. На свет летят. Ой, как же хорошо, а. Не хватает какой-то легкой музыки, такой вот прям релакса. Ну, сейчас-то уже не надо. Релаксы, тихо-тихо. Почему не надо? Вон, слышишь музыка где-то играет? Ты не слышишь? Вот на той улице. Нет, сейчас уже не играет. Лешек играет. Вот сюда подойти и услышишь. Я не буду спорить. Ой, такое темное небо. Слепой, глухой. Ну, ты уставший. Это свет во дворе горит. А это наш дом. Без утрамбовки нормально песок лег. Да. А потому что еще и дождик прошел. Да, да, да. Дождик все утрамбовал. Я чувствую. Вот как раз после дожечка до конца просох. Можно виброплитурой пройти. Вообще будет шикарно. Ну, мы завтра с тобой цоколем займемся. А мне нужно с утра, пока ты там резать будешь, я покрашу лаком, покрою мебель. Лежак и стул. Кстати, вот та разница в цвете морилки уже не видна. Постояли на солнце они немножко и все. И все. Ну, правильно. Она впиталась. Нет, даже вот то кресло, которое уже лаком вскрыто, и оно постояло на солнце, оно уже другой цвет имеет. Вы мне там, друзья, писали, что маслом покрывать. Маслом, да, это хорошая штука, но покрывать нужно будет, ну, раз в сезон точно. Лак все-таки не так выгорает на солнце. Ну, а в принципе, мы вот так рассуждали с Аней, он говорит, мам, даже если ничем не покрывать, это дерево, оно только, ну, как бы старится, что ли, от того, что находится на улице, и ему ничего не будет. Ну, она права на самом деле. Ну, кроме морилки, потому что эта морилка без добавок специально, вот эта морилка, если бы ты акватексом, вот который у нас палисандр покрасил, то можно было бы без лака. Там большое ведро. Ну, это ты для беседки покупал, да? Вот. То можно было обойтись бы, но все равно лучше. А так, все-таки лаком немножко надо вскрыть. Не то, чтобы вот что блестело. Вот. Я вскрыла один раз, но мне кажется, все-таки еще один раз нужно покрыть. Еще один разочек. Потому что лак дерево впитало, и его практически вообще... Отлично. Поры закрылись. Ну, поры закрылись, да. Но я все-таки еще один раз покрою, хотя бы с лицевой стороны. Низ не буду, а вот лицо... Нет, лицо я покрою еще раз. Вот то кресло, на котором ты сидишь. Ну, а это получится, что через время. То есть раз покрою, высохнет. Кресло, лежак и... Ой, ну лежак просто бомба. Просто бомба. Надо бы еще все-таки придумать. Вот действительно, вот я сейчас смотрю. Ну, подлокотники надо. Они прям просятся туда. И они будут в тему с креслами. Ну, сделаем. А мы такие же вот примерно сделаем. А как-то выпилишь или заказать? Выпилим. Надо только нормальное дерево найти. Дощечку, да? И сделаем. Мы можем даже шаблон сделать по вот этой штуке. И все. И будет вообще просто прелесть. Да? И туда сделаем. О, посмотри, сколько звезд. Леша. Ага. Так и хочется лечь на лежак. Друзья, но вы их не видите. Все небо усыпано звездами. Просто класс. Как-нибудь я давно вообще не включалась в трансляцию. А вот так вот как-нибудь вечером, может быть, вместе с вами включиться в трансляцию и вот так вот посидеть. Леша, курить пошел. Ой. Нормально, хорошо утромбового будет. Ага. Дождались, друзья. Очень много сил было потрачено. Очень много работы. Так что сейчас мы отдыхаем. Но, к сожалению, вы не видите всей красоты, конечно. Лампы засвечивают. Это, конечно, не то, что видит глаз. Ну уж как есть. Леша, как ты правильно одел эту полосатую маечку. Я ее так люблю. Тебя видно. Конечно. Ты знал, что будет эфир. Какого-то видно будет. Меня видно, а тебя слышно. Сегодня мы с Аней обсуждали, как, чего тут, чего посадить. Какие цветы. Не утром. Днем был ветерок. Прям такой вот, когда мы собирали лежак, был ветерок. Ну, приятный такой. Потом, к вечеру, прям вот все замерло. Знаешь, вот как время остановилось. Такой штиль полный. Вообще красота. Что-то Лешик там считает. А он считает эту водостоки. Сколько чего брать. Мы решили съездить в ДОКу. Посчитать, сколько это будет стоить в ДОКе. Ну и потом... А я выписал, сколько это стоит в Азоне. Да, и, короче... Пластик и металл. Ну, ты вообще на что ориентируешься? Мне, по мне, так вот нравится вот этот пластик, которым сделан этот водосток вот здесь. Мне нравится. Не знаю, как он долго будет служить. Лешик, а возможно ли, чтобы ты сел и как-то на месте посидел? Чтоб я разговаривала и не двигала камеру. А ты вообще меня переключил? Да нет, не хочу я. Переключи, хватит. Да, не хочу я. Переключи. Леш, ну на себя это... Нормально. А я сейчас покурю и... Да, можно я на тебе сегодня отыграюсь. Ага, да. Сейчас я покурю, чтобы народ не нервировал. И потом сяду. Потом будешь... А что нервировать-то нормально, по-моему? Ай, ну какие звезды, боже, это вот прям вот лечь на лежак. Так, здесь ты сняла, да? Да, я здесь скрутила этот рубероид. Все, допила вино, друзья. Ну как мотоцик тебя ведет? Отлично, все отлично. Вся вода уходит в нужное место. Ой, всего... Не нужно демпферную рейку убирать и заделывать? Нет, пока не надо. Может быть, со временем когда-то, но пока я смотрела, пока не надо. Ой, какой запах. Герань сегодня, масло герани в этот... Вот сюда вот в эту увлажнительную налила. Ой. Красота, да? Да. Обновите, Алексей Дмитриевич. Поси-сють. И в сколу не пойдем. Как же хорошо вот так посидеть, да? Удобные креслица. Все удобно. Лежак тоже. Вот ляг на лежак, я тебя сниму. Пожалуйста. Я не хочу пока. Я хочу в кресле посидеть. Я так хотела запечатлеть это. Запечатлешь еще. Ну хорошо. Ага. Ладно, сейчас я тогда поставлю немножко вот так вот. Вот. Чтоб Алексей Дмитриевича было видно. Ну будем, да? Да, будем. Вот такие вот у нас вечерние посиделочки. Что там в Москве нового? Жара сегодня. А у нас-то, знаешь, не было жарко, Леша. В Москве очень жарко было сегодня. Я еще утром когда вышел. Вот утром я вышла, тоже почувствовала. А потом мы вот здесь, может мы там в Тиньке собирали этот лежак. И было прям по кайфу. Прям вообще. Ну, конечно, мы... Солнышко, я не знаю, как... Три часа его собирали, Леша. Три часа. Так это замечательно. Устали. Какая зарядка для мозгов. Да, вот именно. Аня, ты знаешь, вот вдвоем все-таки легче. Во-первых, у нее зрение лучше. Она рассмотрела эти по номерам, там посмотрела эти фурнитуру. Сначала неправильно собрали. Не так. Потом она подкинула мне идею. Потом я ошибку ее нашла, говорю. Вот здесь вот, вот, ну, поворот в другую сторону. Мы, короче, не поняли друг друга. А я и говорила об этом. А мы уже рейки прикрутили. Ну, короче, пришлось ее раскручивать, разбираться. Вообще, я потом, когда Аленка скинула у меня этот лежак, типа, посмотри, я вот его посмотрел. И читал отзывы про него. Ну, и вот там мужики писали, которые собирали. Ну, типа, инструкции нет. А вообще, говорит, это конструктор лег для взрослых. Леш, вот ты знаешь, я читала тоже отзывы. И много отзывов было, что дырки не совпадают. Да, тогда было, было. Все совпадает, Лешенька, все совпадает. Главное правильно собрать. Если понять, какая фурнитура подходит для данной дырки, понимаешь? Отверстия. Ну, отверстия, да. Спасибо, что поправили. А то сейчас заклюют меня там. Ну, у нас все, друзья, просто, как вы поняли, все без понтов. Иногда бывают такие дырки вместо отверстий и тому прочее. И отверстие вместо дырки. Да. Вот, ну, мы собрали, мы молодцы. Молодцы. Так, ладно. Все-таки решился. А то что ищите. Сейчас я, сейчас я, сейчас я это засниму. Ой. Это самое верхнее положение, которое мы придумали. Ну, как на звезды, классно? Классно. Скажи, приятно, да? Ага. А вот привезу я еще вот это покрывало. Да, и будет комплект. Вообще будет классно. Вот лежало оно у тебя там где-то в сундуке. А я ведь вспомнила, что у тебя там где-то лежит. Говорю, Лешик, давай-ка его вези сюда. Сюда все пойдет. И Лешик привез. Я пока только на кресло накидочки привез. Ну, потому что покрывало просто не влезло в рюкзак. Если корм кошачий вез. Да. Сколько килограмм ты купил корма? Восемь. Восемь килограмм роял-канин. Две тысячи скидка была сколько? Шесть тысяч, да? Шесть тысяч я заплатил. А так там что-то под восемь с копейками получалось. Ну, мы ни разу не покупали вот именно по этой цене. Всегда ждем вот эту акцию. Кстати, мне сегодня опять прислали на 23-го числа. Ну, еще. Я не открывал, не смотрел на какие там районы они. Надо посмотреть. Я, может быть, еще куплю. Другого, ну, чтобы разнообразием было. Еще пару видов, может быть, куплю. Ой, как пахнет. Ты, ты тебя доносится это? Доносится. Офигеть. Сейчас музыку слышу. Слышишь? Ну, вот я же тебе говорила, что она там есть. Нет, это оттуда, эхо туда, ну, как сказать, от стены. Софочка Ротаров. Только этого мало. Ну, да. Любила я ее раньше, но после ее гражданской позиции как-то не очень стал. Очень удобно. Так, ну, лаком надо покрыть. Обязательно. А что ты чувствуешь? Что там, занозы, что ли, загнал? А вот оно по-разному. А, вот здесь вот. Ну, кстати, я вот сижу без лака. Вот. Вот, друзья, я сижу здесь не покрыто лаком. Я почувствую. А я вот не чувствую. Может быть, потому что, ну, здесь как-то дороже это кресло. И, может быть, здесь получше обработано. Не знаю. Не, ну, лаком я в любом случае покрою. Это в любом случае. А вот эти вот мы обязательно сделаем. Обязательно. Друзья, за ваше здоровье. Да. Как хорошо вот так вечерком с любимым человеком посидеть. Да. Да, только, только, только этого мало. Это она поет. Мне всего хватает. Я так удивлю. На самом деле много не надо. Да, много не надо. Ой, ну какая же красота вот этот зонтик. Анечке тоже очень понравилось. Она говорит, мам, просто супер. Я когда... Устойчивая, хорошо держит. Вообще супер держит. Все, я еще наклонила. Вот он же еще делает голову вниз. Она, ой, это вообще. Поэтому от солнца прятались. Ну, я ей просто продемонстрировала. И как раз вот в тот момент нужно было это сделать. Солнце повернулось. В общем, она обалдела здесь. Вкусный ужин, хорошее вино, любимый рядом. Прекрасная зона отдыха. Что еще нужно для счастья? Нет, 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 недоделанная. Лёшек, ну вот она недоделанная, но ты знаешь, уже все хорошо. Конечно. Расслабиться можно здесь уже. Как грязи нет. Да. Все культурно. А если еще потом плитчик появится, вообще будет шикарно. Да. Ее можно будет помыть. Вот не знаю, керхер покупать или со шланга просто мыть. Да, посмотрим. Топ-маникюр купим. А что? Ну, аналог купим. Ну, как говорила одна. В общем. Зачем платить больше? Да. Результат один и тот же. Это Верка Сердечко. Да, да, да. Ну, я не стал акцентировать. Сделаю себе Хеннесси. Да, да. Добавлю в самогон кофе. Да, да, да. Сделаю себе. А зачем платить больше? Результат один и тот же. Да, 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 да. Нет, просто есть аналогия Керхера. Керхер сейчас, ну, это... Ну, да. Санкционный. Санкции. Да, да, да. Мне так смешно. Ты слышал про зерновую сделку-то? Политическую тему не будем затрагивать. Не хочу. Ну, ладно, да, не будем на канале. Но меня очень улыбнуло, очень. Вот. Есть аналогия Керхера. И про древесину слышал в Финляндии. И ничем не хуже, а может быть даже и лучше. Только в цене в два-три раза дешевле. Я на разговор уже пошел. Вот. Мы купим. Ну, да, обязательно. Нам мощный не нужен. Я, кстати, заказала щетку в виде швабры, чтобы заметать. Еще плитки нет, а я уже щетку заказала. Завтра, кстати, придет 18-го. Ой, ну какой же аромат. Какой же класс. Слушай, а если выключить... Нет, выключить вообще ничего не будет видно. Посидим так. Ну и так тоже хорошо. Солнышко, когда дождь был, как наша икебана справлялась? Вообще красота. Намного суше стало во дворе. Прям классно. И, кстати... Ничего не разбрызгивает? Нет, все течет куда надо. Ты умничка, все прям... Ну, нам помогли эти штуки. Ну, естественно. С палета. А, кстати, мы сейчас... Я покрасила их, Люська. Я завтра покажу. Сейчас уже не увижу. Я все покрасила. Молодец. Так, а я четко дошел, посмотрел, там щебенки хоть чуть-чуть осталось. Ну, а как же. Я оставила тебе, чтобы поребрики поставить. Ну, еще заказывать придется. Друзья, уже ушло 15 тонн практически щебенки. И еще 5 нужно заказывать точно. Это будет 20 тонн мы уделали. Вот. Ну, что ты? Ну, только извини, тут какие. Ну, да. Это кажется... И получается, что приблизительно столько же я вытащила с земли 20 тонн. Если не больше. Мне кажется, земля тяжелее даже, чем не. Смотри, сколько собралось там, ботальков всяких. Возьмите так. Так. Я тоже подумаю. Я завтра с утра, прежде чем начинать работу, мне же нужны будут эти грибы крепить пенофлекс. Я в доку с утра смотаюсь. Лешенька, мы в доку вместе поедем, наверное, или купи мне вот этих реечек, чтобы вот тут что сделать? Вот мы с тобой сейчас как раз, ладно, потом. А говорим сколько? Не на камеру. Ну, а что такого-то? Я думаю, что людям интересно вот так вот посидеть с нами, провести вечер, как оно есть на самом деле. Хорошо. Без всяких. Короче, мне нужно тебе купить мешок наливного пола. Да. А, друзья, я вчера открыла опять плиточный завод. Я вчера сделала уже 5 замесов по 12 штук плиточек. Это чтобы облицовать цоколь. Подворим. Не только, ну, короче, по периметру вот пристройки и вот ту часть, где мы будем завтра утеплять цоколь. Там не будет профлистом закрыта, будет цоколь. Я потом вам завтра расскажу. Так что вчера я опять отливала гипсовую плиточку. Как же хорошо это делать именно на улице. Боже, это вообще пыль вся рассеивается. Там какие-то, ну, в общем, можно что-то стряхнуть не на пола, а на землю, и это не будет заметно практически. Это вообще разные вещи. Ну, правильно. Когда это делаешь в доме. Так, извини, ты еще делала-то в зимой все это дело. Ну, я зимой делала, и все это в ванной, сушила эту плитку в батарее, ну, потому что очень хотелось закончить все в доме. И вот мы закончили в доме и выбрались на улицу. Надо? Да. Нескончаемо. Так вот, сколько тебе рейков этих надо примерно? Лешик, ты вот видишь стол, кстати, вот этот стол Лешик привез из Москвы, это икеевский стол. Мы на нем, кстати, штукатурили. И тут не очень хорошая столешница, она вся вздулась. Столешница-то хорошая, только она не для улицы. Да. Ну, вот видишь, мы закрыли вот это все безобразие клеенка, и я вот теперь даже задумываюсь, а надо ли тут что-то переделывать. Ну, ты хочешь же все. Причем ножки от этого стола, нет, ну, почему вот в это клеенка, смотри, очень хорошо подходит под вообще под все. И под наши вот эти покрывала для кресел, и зонтик, кстати, вот ножки стола, сейчас я не могу показать темно, они одинаковые с ножкой зонтика, и это все гармонирует. И я вот думаю, что столешницу можно вообще не переделывать. Мне, по идее, рейки нужны вот для того столика, вон он лежит, вот там на верстаке, вот там надо. Ну, две штуки я возьму, и хватит тебе. Да, наверное, да. Они двухметровые. Да. Ну, на самом деле, дальше хватит и одной, но одну еще возьму. Единственное, что может быть, сверху столешницу я захочу этими рейками сделать. Вон, возьми три. Четыре. Пять. Пять. Пять возьми, если что, они нам пригодятся вон на сарай. Сарай мы будем тоже хорошо облицовывать. Это... Дверь я сделаю вот этими рейками. Они везде пригодятся. Да. Неужели они по 40 рублей? Да? Это вообще красота. Это просто даром. А это остатки, видимо. Леш, так может их вообще забрать для... Я узнаю. Я завтра поеду, я узнаю. ...беседки? Я узнаю. Вот. Кстати, стройматериал подорожал. Мы когда были, вот в крайний раз с Лешиком, мы покупали цемент. И там две цены. Цемент по старой цене и цемент уже новый завоз. Вот. Ну там новый завоз 25-килограммовые мешки, а старый завоз 50. Ну это специально так сделано, чтобы не было заметно перемены цены. Ну так извини, если ты покупала в Леруашке этот цемент по 208 рублей, или поскольку. Да, 208 рублей, 25 килограммов. Да, 25 килограммов. Здесь, во всех магазинах он 260, а новый завоз 280. Вот этого цемента 25 килограммов. А 50 килограммов еще по старой цене. Да, мы купили три мешка по старой цене. Ну, нам его хватит. Да, хватит еще, наверное, останется. Придется в терраску тащить, Надя. И, чтобы не затвердел. Кстати, гипс, вот я вытащила гипс, он не затвердел. Все хорошо, сделаю плитку, все сделаю. Вообще, ну, за лето я должна весь этот гипс вылить в плитку, чтобы плитку можно было хранить в сарае. Хочу освободить терраску, чтобы там, ну, не стоял этот гипс и все остальное. Сразу место освободится. А плиточку мы найдем куда-нибудь, в пределах. Ого, Елена Ивановна-то, это же. Слушай, а сейчас вот у меня идея, может быть, не в плитку. Из гипса столько можно всего сделать. Короче, я сделаю плитку для, вот, ну, чтобы облицовать вот это все. И если останется, потом можно будет подумать. Пусть стоит терраска. Столько разных фигурок, всяких гномов для сада. Тебе еще гномов не хватает только для сада. А, мне хочется вот такие декорации каких-то. Ты тут как-то говорила. Что? Насчет гномов, что? Зачем? А тут теперь уже хочется. Ну, а теперь вот, ну, все, что-то меняется. И в одну реку нельзя войти дважды. Ну, да. Вот. Я еще хочу мельницу, Лешенька. Вот мы сарай разберем. Хочу колодец сделать декоративный. Колодец сделаем. Там столько бревен, и это все так красиво можно сделать. Я это сделаю. Представляешь, какая красота будет? Я это сделаю. Может быть, даже и декоративную мельницу соберем. Может быть. Это же здорово. Ну, это не сразу. Ну, Лешенька, естественно, не сразу. Это у тебя такая перспектива. Я тут еще не знаю, за что. Лешенька, ты смеялся, когда я сказала, что в этом году будет двор в плиточке. И у тебя такой смешок истерический был. Я сейчас еще смеюсь. Да? Да. Я сейчас еще смеюсь. А что? Я тут уже все практически сделала. Можно сказать, плитку клади. Это самая основная работа, самая противная. Это вынять грунт и вывести землю. И потом завести щебень и песок. Здесь уже все лежит. Ну, еще надо песка. Лешенька. Ну, это уже можно, когда ты будешь... Во-первых, не песка, а сыпучую смесь. Как это? Во-первых, ладно, не будем пока. Сухая смесь называется под плитку. Да. Кстати, она очень дешевая в доте, 100 с чем-то рублей мешок. Ладно. У-у-у, 38 минут. У-у-у, наговорили. Что ты там такого наговорила на 38 минут? Не знаю, это наш был вечер с вами. Вот, может быть, мы что-то не договорили. Ну, вроде бы-то, как на таких расслабленных нотках с бутылочкой Массандры провели этот вечер. Я думаю, что вам было интересно с нами. Это, конечно, не прямой эфир. Но, тем не менее, практически это был прямой эфир. Я камеру не отключала вообще. Вот. Жду ваши комментарии. Я думаю, добрые комментарии. Кто сейчас отдыхает, всем приятного отдыха. Хорошего настроения. Живите, радуйтесь жизни. Цените каждый миг. Творите, вытворяйте. Ну, а с вами были мы, Елена Ситникова. И Алексей Дмитриевич. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова